Продолжение следует... 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 По презентации, думаю, что она останется, в принципе, если информация есть, я, наверное, дублировать не буду, да, это структура обеспечения, запрет, но это, в принципе, 919-е распоряжение правительства, которое контролирует всю нашу деятельность. Вопрос, Антон, можно? Я надеюсь, что у вас рыночные условия будут нормальными, человеческие. Да, в любом случае, мы постараемся выйти ниже рынка, чтобы все-таки уже формат не будет не льготности, а именно доступности, потому что проблематика лизингового рынка в части оборудования, она нам понятна, то есть рыночные компании либо туда, в принципе, не заходят, либо заходят с повышенными авансами до 30%, с короткими сроками, то есть, что довольно-таки проблематично для предпринимателей получить эту поддержку. Опять же, топовые лизинговые компании являются ДЗО коммерческих банков, которые, в принципе, как бы в фокусе эту задачу не ставят, да, то есть порядка 90% рынка лизинга – это финансирование оборудования, финансирование транспорта. Да, и, соответственно, как бы этот рынок уже сложен, хотим вот именно наращивать долю финансирования оборудования, это в пределах, по-моему, 6-7% не превышает, ну, соответственно, как бы и фонда отдача от финансирования промышленного оборудования, да, она существенно выше, чем у транспорта. То есть в этом мы и видим свою задачу. Замечательно. Я прямо ждал, что вы это расскажете.